Смарт-часы, друзья, выходят на новый уровень. Сегодня я вам покажу модельку, у которой внутри есть на борту искусственный интеллект. Также есть возможность совершать вызовы и отвечать на них. Здесь большой AMOLED-экран и есть фишка в виде поворотного безеля. Как это все работает, какие нюансы, плюсы, минусы, преимущества, недостатки. Будет краткий информативный обзор. А бренд у нас Kumi, моделька GR GT3. Поехали! Часы среднего размера. Сразу отмечу ремешок. У меня кожа с вот такой вот магнитной фиксацией. Настраивается в большом диапазоне, держится прочно. Застегивать очень удобно. Надежно ли это? Скорее, да, чем нет. У меня не было за неделю тестов случайных раскрытий. При этом я трогал несколько раз турник, брусья, да что там, даже можно и кувыркаться, встрять руками в колючки, вытащить их, но часы при этом не расстегнулись. Короче, надежно. Проверил, видите, как мог. Обращаю внимание, что в магазине есть выбор и других вариантов. Металлических, иных цветовых решений, да и в целом можете что-то еще выбрать. Любой другой можете заказать, оно все меняется без проблем. Корпус у часов металлический. С задней стороны набор сенсоров, датчики, контакты для зарядки. Работают достаточно точно. И для скептиков скажу, что уже некоторые модели таких часов получают статусы медицинских приборов. Так что совсем не так далек тот час, когда можно будет выбросить большие медицинские измерительные приборы и пользоваться только часами. Особенность модели, конечно, большой AMOLED-экран 1.43 дюйма, разрешение 466 на 466. На самом деле я не хочу сказать, что он меня чем-то впечатлил. Просто нормальный экран с видимыми пикселями, watch face'ов много, есть выбирайте, какие нравятся, меняйте хоть каждый день. В базе есть несколько, остальные тянутся из приложения Kumi Sport. Собственно, с ними часы и дружат. В нем есть базовые функции по фитнесу и другим вариантам, которые есть в большинстве приложений других брендов. Это там сон, пульс, кислород, спортивные режимы. Из особенностей это IE-помощник, камера и музыка. Вторая главная особенность это поворотный безель. На корпусе две кнопки, а вот барабанная шестеренка при вращении соединена вместе с диском. И при прокручивании одного из механизмов, второй дублируется. В реальности пытались сделать удобно. На деле, ну я в недоумении. С одной стороны, да, это интересно, возможно полезно. Но обратная сторона медали, вот это. Как с этим жить, спросите вы? Ну при обычной носке они не дребезжат. А вот выглядит это так, как будто они разваливаются или какая-то дичь происходит. Была бы здесь плавная какая-то четкая фиксация, тогда возможно да. А так, не могу вам дать однозначный ответ. Если знаете часы с похожим механизмом, напишите в комментариях. Ну и еще можно как антистресс. Сидеть вращать, тоже вариант. Главное не на людях, а то побьют вас точно. Упор здесь сделали на анимации. Еще прям закидывали гифки для тренировок, пульса. Есть встроенный переводчик. Тапаем по экрану, произносим слова, оно все переводит. Собака сутулая. Возможно в некоторых случаях это будет удобно делать, чем на смартфоне. Плеер может воспроизводить музыку как с телефона, так и прямо из собственной памяти автономно. То есть можете накидать каких-то песен прямо в часы и слушать музыку с часов. Может быть пригодится при пробежках. Ха-ха-ха! Есть динамик, есть микрофон, а значит и звонки поддерживаются. Да, можно прямо из часов позвонить, набирать номер и так далее. Алло, привет. Привет. Как слышно? Хорошо слышно. Я просто звоню тебе по часам. Ну я тебя тоже нормально, в принципе, слышу. Ничего там не хрипит, не репит? Нет, все хорошо. Все, понял. Хорошо, спасибо, пока. Звук, правда, на троечку динамиком. Веофлай, Вайф, Хайлоу Ю, Айрон на порядок было громче и четче. Заряд держат 10 дней в обычном режиме. Солвый сон дисплей у меня продержались пару дней. Заряжаются за 2 часа до сотки. Прогноз погоды на неделю. Пожалуйста. Прогноз погоды в Запорожье. Ну и по итогу, что получаем? Да, с одной стороны, безусловно, интересный вариант. Тайбренд Куми набирает обороты. Много разных моделей. Но есть вот такие вот нюансы. И хорошо, и плохо. Не покидая чувства, что вот что-то недопилили. И только потому, что вот на старте продаж они стоили 69 долларов. И в реалиях это не так мало, как хотелось бы за подобный функционал. Ведь конкуренция в этом ценовом сегменте достаточно высокая. Я говорю как есть, не нахваливаю. Мне кажется, обзор вообще получился абсердным, так сказать. Это для хейтеров, что говорят, каждый товар у меня прям топ. Не, ребят, такого не бывает. Хотя для кого-то это может быть и будет отличный вариант именно эти часы. Мы даже можем их разыграть, если наберем на этом ролике хотя бы 1000 лайков. Если вам нужны такие часики, пишите в комментариях. Дело в ваших пальцах. А экземпляров у меня даже несколько. Если вас заинтересовала тема, ребят, смарт-часов, то рекомендую, конечно, посмотреть предыдущие мои видео, где мы тестировали другие модельки. Возможно, сравните и выбрать для себя более что-то оптимальное. Может быть, вам там что-то реально понравится. Или вот в эти прям часы захотите приобрести прямо сейчас. Ссылка на них есть в описании. Смотрите цену актуальную, потому что она меняется. И, в общем, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там промокоды, акции, купоны и скидки. И конкурсы проходят там же. Всем хорошего настроения. Отдыхайте. Увидимся скоро. Пока.